Хондропротекторы. Класс препаратов, который вызывает ожесточенные споры. Одни говорят, они помогают суставам, а другие говорят, нет, в них нет никакой пользы. Хондропротекторы не работают. Вообще, это странный класс препаратов. Между прочим, в Соединенных Штатах Америки их нет в клинических рекомендациях вовсе. Стоимость хондропротекторов разная. 150 рублей, 3000, 4000 рублей. Где найти то главное, что оценивает их эффективность и безопасность? Но когда мы обсуждаем хондропротекторы, истина посередине. И действительно, есть стоимость 150 рублей, есть стоимость хондропротекторов за 4000 рублей, есть БАДы, есть лекарственные препараты. Каждый громко заявляет о том, что он прекрасно справляется с повреждением сустава, восстанавливает их активность, избавляет от боли. И все это за какие-то несчастные несколько сотен рублей, или за никакие-то, совсем немалые, несколько тысяч рублей. Вот вы заходите в аптеку и видите десятки, без привлечения, десятки хондропротекторов. Самые разные, дешевые, средние стоимости и дорогие. Давайте разберемся. Возьмем конкретный препарат и посмотрим, из чего он состоит. Первая очень важная составляющая — это глюкозамин и хондритин сульфат. Это очень важно. Какой уровень глюкозамина сульфата и хондритина сульфата находится в лекарственном средстве или биологически активной добавке. Потому что если в капсуле очень небольшая доза глюкозамина сульфата и хондритина сульфата — это активные действующие вещества, которые действительно оказывают влияние на хрящ, на сустав, то в ситуации, когда в одной капсуле достаточная высокая доза глюкозамина сульфата и хондритина сульфата, вам нужно будет принимать, скажем, одну капсулу в день. Или две капсулы в день. Но некоторые производители лукавят. И так как у них в одной капсуле недостающее количество хондритина сульфата и глюкозамина сульфата, проще говоря, очень низкая дозировка, то они предлагают вам принимать этот препарат или биологически активную добавку два-три раза в день. И не по одной капсуле, а две или три капсулы. Таким образом создается очень интересный и очень простой эффект. Человек быстро-быстро допивает эти капсулы, флакон пустой, он вынужден покупать еще и еще один флакон, который кажется, на первый взгляд, не очень дорогой. Но для того, чтобы достичь более-менее адекватного эффекта, приходится покупать очень много препаратов. Вот вам простая фармакоэкономика. Очень важно, что когда вы начнете сравнить между собой разные хондропротекторы, будь то лекарственные средства, будь то БАДы, то вы увидите и пожмете плечами. Вот доктор рассказывает о том, что важна доза хондритина сульфата, глюкозамина сульфата. А во всех лекарствах, которые я изучаю, рассматриваю вот эти вот самые флаконы или смотрю в интернете, вроде бы все одинаково. Дозы высокие и все хорошо. Что же мне тогда выбрать? Что вы держите в руках? Лекарственные средства или биологически активную добавку? Я не случайно это подчеркнул, потому что у БАДов совсем другие стандарты, менее строгие стандарты. С праведливости ради могу сказать, что некоторые БАДы регистрируются в одной стране как лекарственные средства, а в другой стране регистрируются как БАД. Но используются лазейки законодательства соответствующие. В то же время, если мы говорим о лекарственном средстве, то чаще всего оно проходит сито клинических исследований, клинических испытаний. На эту тему, кстати, у нас есть ролик «Путь таблетки», и вы можете посмотреть весь ход событий от момента создания молекулы в лаборатории химиков и до выхода на прилавок аптеки этого самого флакона. Но есть производители БАДов, которые самостоятельно проводят клинические исследования. Клинические исследования позволяют оценить эффективность и безопасность любого препарата. На эту тему действительно есть много роликов, в том числе на YouTube-канале профессора Якупова. Сотни, тысячи пациентов участвуют в подобных исследованиях, и это предмет гордости компаний, которые проводят подобные изыскания, проводят метаанализы, проводят глубокую научную проработку эффективности и безопасности продукта. Да, хондропротекторы тем и отличаются от НПВП, что они имеют очень положительный, хороший профиль безопасности. В качестве примера некоторые из хондропротекторов можно принимать годами. И главное правило, кстати, использования хондропротекторов — это несколько месяцев приема, в отличие от НПВП. Представьте себе, что если вы принимаете НПВП, нестероидные противовоспалительные препараты, ну, скажем, в течение двух, трех, пяти месяцев, а то и года, это не пройдет бесследно ни для вашего желудка, ни для сердечно-сосудистой системы, почек и печени. А вот у хондропротекторов профиль безопасности такой, что их можно принимать многие годы. А мы сделали исследование и получили прекрасные результаты и по эффективности, и по безопасности. Скажите, а вы проводили исследование на основе своего препарата? Что это требовалось доказать? Зачастую недобросовестные производители подменяют, очень ловко делают это, когда говорят, мы получили замечательные данные по эффективности и безопасности нашего препарата, а на поверку оказывается, что все исследования были проведены на оригинальной молекуле. Несколько лет тому назад я участвовал в Совете экспертов, где присутствовал один из авторов Европейской клинической рекомендации по использованию хондропротекторов. И задал ему вопрос, вот сколько времени, по вашему мнению, можно использовать хондропротекторы? Ну, он был автором одного из крупнейших в Европе и мире исследований, в котором хондропротекторы изучались, представьте себе, в течение трех лет использования у пациентов с поражением суставов. Ответ был такой. Мы закончили исследование в течение трех лет, по его мнению, можно использовать и пять, и более лет. Почему? Профиль безопасности. Но бывает и так. Вы идете в аптеку, покупаете лекарства, начинаете пить хондропротектор в надежде на то, что он поможет вашим суставам. Но вдруг вы покрылись сыпью, появился зуд. Почему это произошло? Это побочный эффект от приема некачественного препарата, потому что создан он, возможно, был на низкокачественной субстанции. И таких примеров очень и очень много. Поэтому, конечно, обращайте внимание на производителя препарата. Но вопрос, как вам, не врачу, в домашних условиях разобраться, какой хондропротектор выбрать, чтобы не попасть в эту самую яму побочных эффектов? Вы можете использовать несколько ресурсов. Первый ресурс — это ГРЛС — Государственный регистр лекарственных средств. Вот там опубликованы абсолютно в свободном доступе все инструкции по применению и биологически активных добавок, и препаратов. Второй момент. Вы можете зайти на сайт производителя. Кто-то скажет, ну, они там рекламу запустят и так далее. Но если это добросовестный производитель, то он обязательно укажет, какие исследования, на каком объеме, с какими эффектами были проведены на этой самой молекуле. Проблема с суставами может возникнуть и в молодом работоспособном возрасте, когда человек работает на тяжелом производстве, испытывает постоянные травмы. Или он спортсмен, и тоже появляется микротравматизация. И не только люди зрелого возраста таким образом могут испытывать эти самые проблемы с мелкими или крупными суставами. Вот на основе своего личного опыта, я считаю, что использовать их нужно. Есть возможность у нас сейчас защитить суставы от излишних перегрузок или помочь изношенным со временем суставам обрести, но если не былую гибкость и прочность, то, по крайней мере, избавить человека от боли. Но очень важно, не ждите, что через 10 дней приема этих капсул, таблеток, все станет на круге своей и вам станет очень хорошо. Конечно, плацебоэффект никто не отменял, и его тоже можно принять во внимание. Вы начинаете пить красивую капсулу, и вам становится легче. Но на самом деле прием хондропротекторов — это несколько месяцев, два, а то и полгода, когда вы принимаете постоянно на регулярной основе этот препарат. Выбирайте качественного производителя. Не гонитесь ни за дешевизной, ни за рекламными красивыми упаковками в аптеке дорогостоящих биологически активных добавок. Посоветуйтесь с врачом, оцените информацию на независимых интернет-ресурсах, чтобы получить максимально достоверный объем информации до того момента, когда вы пойдете в аптеку. Пишите в комментариях, о каком препарате, или хондропротекторе, или каком-то другом лекарственном средстве вы хотели бы узнать подробнее. Мы обязательно сделаем специальный ролик на эту тему.